Здравствуйте! Сегодня мы проведем семинар для руководителей школы. Это будет первая часть, вторая часть будет в понедельник. Сегодня у нас будет такой общий разговор о том, что такое дистанционное обучение, где можно получить поддержку. И Алина из Тартовской школы Александра Пушкина и Майя из Сталинской поэгимназии расскажут нам о роли руководителя школы и технолога процесса образования в сложившейся ситуации. Также мы начнем семинар с того, что я возьму время и скажу пару слов о том, что такое дистанционное обучение, просто для того, чтобы мы с вами все находились в одном инфополе и понимали все термины одинаково. И после этого Наталья Милицина из ИНОВИ расскажет нам, какую поддержку может предложить ИНОВИ школам и руководителям школ в данной ситуации. Так, я показала экран, его видно? Я надеюсь, что его видно. Так, хорошо, спасибо. Так, что такое дистанционное обучение? Дистанционное обучение — это обучение, которое обязательно охватывает три аспекта. Прежде всего, все стороны, будь то учитель и ученик, или это руководитель школы, и учителя, и персонал школы, все общаются на расстоянии. Обязательно дистант включает в себя все присущие учебному процессу компоненты. И, в принципе, если мы говорим о школе в целом, то школа должна функционировать, исходя из тех же аспектов, как она функционирует в офлайне, когда нет дистантного обучения, есть обычный процесс обучения. Обязательно нужно определить для себя, какие цели преследует этот процесс содержания, какие методы используются для достижения целей и в какой форме организован процесс обучения и работы школы. Для установления контактов в современном мире используются технологии. Но я тут недавно узнала, что на самом деле первое дистанционное обучение попытки были сделаны в 1700 каком-то году, когда все материалы рассылались участникам такого обучения по почте. Вот, слава богу, мы не должны сейчас этого делать, и у нас есть возможности более быстрого контакта. Формы общения, которые доступны нам сейчас, это асинхронное общение, это более долгий процесс, соответственно, это e-call, переписка по e-mail, например, и быстрые способы общения, такие как чат, который подходит для консультации быстрых вопросов, живое общение в аудио в форме, это когда нам что-то нужно показать на экране, живое общение в видео в форме, это когда какие-то беседы или обсуждения нужно провести, то это очень удобно. В принципе, в нашей ситуации, когда мы сидим практически в карантине, остальные формы общения нам недоступны, то есть мы исключаем варианты, когда мы можем хоть ненадолго встретиться. Красным цветом на этом слайде показаны те вещи, которые касаются учителей, а черным цветом показано то, что касается и учителей, и руководителей. То есть несомненные плюсы дистантного обучения — это мобильность. Я могу находиться где угодно, в ванне, в кровати, на балконе, и участвовать в этом процессе, в принципе, с полной силой. Чисто теоретически происходит снижение затрат на учебные материалы, мы не должны распечатывать, и мы можем записывать какие-то вещи, использовать их повторно. Другое дело, что, конечно, стоимость производства электронных учебных материалов, она, ну, немаленькая. Мы экономим время, потому что нам не нужно никуда ехать. В принципе, проснулся, и ты можешь сразу же участвовать в совещании. Массовость — это важно, нет проблем с помещением, и у нас нет вопроса с тем, сколько человек одновременно может слушать, например, какую-то лекцию или участвовать в педсовете. Оперативное объявление, обновление материала. Здесь все понятно. Материал доступен всегда, постоянно, и наша задача — только правильно его найти и донести до целевой аудитории. И в случае учителей очень важна объективность оценки, если используется автоматическое тестирование. Но это, наверное, не столько относится к дистанту, сколько, в принципе, разницы между тестированием на бумаге и когда это делает компьютер. И минусы. Я думаю, что мы о минусах поговорим еще и сегодня, и в понедельник. Самый большой минус, который, я считаю, сопровождает эту ситуацию — это социальный голод. То есть не хватает общения, не хватает общения взрослым, я уже не говорю о детях. И как раз сейчас и ученики, и учителя оказались в ситуации, когда они остаются с компьютером один на один. И, может быть, ученики немножко меньше, потому что у них есть возможность какие-то вещи делать в учебнике, на бумаге, а учителя сидят очень долго. И это, несомненно, влияет и на психику, и на отношение к работе. И в этот момент как раз, возможно, нужно больше оказывать поддержку со стороны руководства. Очень трудно контролировать процесс и оценивать его результаты. На этом пункте я бы хотела остановиться отдельно. Конечно, мы знаем, что и в случае детей, и в случае подчиненных, если человек молодец, в принципе, его контролировать не нужно, сам делать свою работу. Но на самом деле сейчас сложилась ситуация, когда мы понятия не имеем, что делают наши команды на местах, что делают наши учителя. Это, я думаю, очень сложно, особенно в больших школах, отслеживать, какие задания вносятся в ЕКОЛе или в студиум, в каком виде, что делают дети, потому что классов много, у каждого учителя классов много, параллелей много, и ни один руководитель не будет ходить по всем записям в ЕКОЛе, чтобы посмотреть, кто и как работает. И результаты этого можно, в принципе, наблюдать. Я думаю, что из разговоров с родителями, я не знаю, какую получать обратную связь, но иногда видно, что это такое очень пограничное отношение, то есть кто-то проводит онлайн-уроки и выкладывается по полной, а кто-то вешает там два задания раз в три недели, и, в общем-то, его работа, считай, выполнена. То есть очень-очень большая разница в том, как этот процесс преподносится. И в этой же ситуации, на самом деле, и учителя, оказывается, которые тоже испытывают сложности с контролем того, что делают дети дома на местах. Еще один минус, с которым мы тоже все столкнулись, это необходимость в хорошей технологической инфраструктуре. Это техника и связь. Слава богу, появилось это движение, что каждый ребенок должен получить по компьютеру. Слава богу, что предприниматели и просто граждане пошли навстречу, собрали эти компьютеры и донесли их до нуждающихся. Но тут же встал вопрос в интернете. Хоть мы и государство, не везде этот интернет есть. И я знаю, что сейчас проводятся переговоры. Чем они закончатся, непонятно. Переговоры с телекоммуникационными компаниями. Но вот мы очень-очень ждем результата. И роль учителя и руководителя школы, они становятся по своему содержанию, они становятся ближе. Потому что если раньше учитель, у него основная работа с детьми происходила в классе, я сейчас не говорю про подготовку уроков. И то есть эти 45 минут были для конкретного класса, то сейчас учителя немножко превращаются в таких менеджеров удаленных команд, когда они должны суметь мотивировать своих детей заниматься тем, чем они должны заниматься. И то же самое, по сути, делают руководители школы. То есть у вас, получается, есть команда на удаленной работе, и вы должны промотивировать свою команду, чтобы они не перегорели, чтобы они делали то, что они должны делать. И здесь требуются совсем другие подходы. Ну, я надеюсь, что, в принципе, все, кто попадают на руководящие должности, у них есть способности к такой работе. Но проблема заключается в том, что когда два человека общаются контактно, физически между собой, мы можем использовать для, скажем, управления, убеждения такие свойства личности, как харизма, обаяние, где-то может быть авторитет, где-то сердитый взгляд, где-то ободряющее похлопывание по плечу. В данном случае, когда у нас исключены все физические контакты практически, эти живые эмоции, они теряются. То есть я, наверное, думаю, что все знают, что у нас в интернете может быть такая ситуация, что человек, который не умеет общаться вживую, в интернете, он как раз может наладить социальные контакты, это очень здорово, и организовать там себе свой социум. Но бывает и обратная ситуация, когда человек, который вживую умеет прекрасно общаться, справляется со своей работой, в интернете теряются. Ну, не в интернете, наверное, правильно сказать, в онлайне, потому что он теряет часть своих инструментов, вот этих вот личностных, которые он привык использовать в жизни. И в этой ситуации оказались сейчас и руководители школ, и учителя. То есть отрезали большую часть инструментов, в том числе и манипулятивных, которые до этого помогали делать свою работу и управлять людьми. Еще один такой навык, который очень необходим, умение наладить свой режим работы. Я знаю, что, опять же, многие учителя сидят сейчас очень-очень долго, и рабочие дни длятся далеко не 8 часов. Почему-то я больше, чем уверена, что, наверное, у вас такая же точная ситуация. Я потом с удовольствием послушаю, что нам расскажет Майя и Алина, потому что я знаю, что Майя у нас доступна для своих учителей чуть ли не 24-7, и ты не можешь сказать нет, потому что им нужна помощь. Если ты не поможешь, то никто не поможет. Это очень тяжелое психологическое состояние. И гораздо больше происходит взаимодействие один на один. Почему? Потому что раньше мы могли встретиться с коллегами в коридоре, что-то быстро обсудить, скинуть какие-то эмоции в учительское, еще где-то. Сейчас, скорее, если я хочу что-то с кем-то обсудить, я должна звонить напрямую или выходить на контакт напрямую, один на один. И когда происходят какие-то онлайн-конференции, онлайн-собрания, это все-таки немножечко другое. Не каждый хочет высказываться, хотя и вживую не каждый хочет высказываться. Но учитывая, что меньше каких-то групповых вещей стало происходить, и взаимодействие один на один они всегда занимают больше времени, потому что просто этих взаимодействий получается гораздо больше по количеству. Еще проблема — это навыки использования технологий, потому что не все умеют. И самое грустное, что не все хотят. То есть, в принципе, научиться можно всему чему угодно, но вот ситуации бывают разные. И очень важно уметь искать. Сейчас нужно уметь искать все везде и после этого еще и уметь критически оценить то, что ты нашел. Это касается информации, это касается инструментов, это касается методик обучения, что работает, что не работает. И точно так же методик управления удаленной командой. В этой сфере очень большой опыт в IT-командах, что, может быть, туда стоит посмотреть. Но, опять же, школа — это не какая-то коммерческая организация, не фирма, где все нацелено на конкретный результат заработок. Тут все-таки больше, гораздо рабочая работа с людьми, поэтому не все методики, которые применяются в IT-командах, можно применять в школах. Это, в общем-то, все, что я хотела сказать про такие основные вещи, про дистантное обучение. И здесь набросала такие подсказки, что ли, какие вопросы можно задать себе для того, что вот эта команда, которая сейчас у вас есть, она работала немножко, может быть, лучше. Прежде всего, что мотивирует моих подчиненных? То есть это люди, опять же, с которыми я сейчас физически не контактирую, но очень хорошо, что вы с ними работали, наверное, в Булковах много лет, вы достаточно хорошо знаете, чтобы они сейчас могли выполнять свою работу хорошо, они должны быть мотивированы. Особенно в свете того, что сейчас у нас идет третья неделя, заканчивается, начнется четвертая неделя, проходит чувство чего-то нового, проходит эйфория уже, и люди начинают перегорать, потому что те нагрузки, с которыми учителя я сейчас работаю, они огромные. То есть как раз, вот как никогда, встает вопрос мотивации, как я могу сделать так, как я могу сделать так, чтобы они хотели делать эту работу. У каждого из них свои особенности, с ними нужно считаться. И вот этот момент, как управлять, не имея вот этих своих обычных повседневных инструментов, которые мы можем использовать при ежедневном общении. И опять же, школа, если возвращаться конкретно к школе, то мы говорим о процессе обучения, какие цели мы сейчас ставим перед собой, в случае дистанта. Понятно, что не все можно сделать. Наверное, скорее всего, и не всю программу пройти так качественно, как это можно было сделать бы на контактных уроках. То есть есть смысл описать себе план минимум, описать себе план максимум и договориться с собой, наверное, и с коллегами, как можно качественно достичь цели из плана минимум и плана максимум. То есть, ну, это такие вот основы, которые на эти темы стоит подумать, когда начинаешь переводить школу на рельсы дистанта. Вот. Есть какие-то сейчас вопросы у вас? Если кто-то хочет что-то спросить, поднимайте руку, да, или напишите мне, чтобы я знала. Хорошо, тогда я сейчас вам покажу несколько ссылок, где можно найти помощь от ХИЦа. Я думаю, что, в принципе, все эти вещи вы уже, наверное, знаете, потому что это не первая неделя дистанта, времени прошло уже больше. Чем занимается ХИЦа? Мы предлагаем очень много вебинаров. К сожалению, большая часть происходит на эстонском языке, но вот сейчас у нас появилась возможность сделать что-то на русском языке. В основном, вебинары двух типов. Это или общая информация, то есть мы приглашаем специалистов, которые расскажут, как нужно делать в идеале. Или это какой-то обмен опытом, то есть когда практик практику рассказывает, а как делает он. Есть, ХИЦа предлагает тренинги, и тренинги, они тоже на две темы бывают, это рассказывают о том, как можно применять разные инструменты. Тренингов очень много сейчас на русском языке, благодаря Майе, ЛУСТу, благодаря Диме, Мишенко. Очень много, я знаю, что сейчас идет тренинг по Мудлу, по Google Classroom, что-то еще было, я видела, то есть такие вещи. Если сейчас мы в ИСе сможем публиковать конструктор заданий и сделаем его доступным для учителей, то еще эти тренинги пойдут, и, ну, естественно, на русском и на эстонском все это есть. Теперь ХИЦа собирает материалы, которые считает важными для школ, стараемся их доводить до сведения. Это материалы про дистант, безопасность, общение, потому что сейчас, как я уже сказала, социальный голод, общения очень не хватает, это обязательно нужно обращать внимание, и о том, как поддерживать контакты со всеми, кто теряется, что делать в таких ситуациях. В принципе, все эти материалы у нас есть три места, куда мы их приводим. Страница на эстонском, она самая полная, самая общая. Сейчас мы сделали новую страницу на русском языке. Я покажу. Вам сейчас что видно? Все еще слайд виден или браузер? Слайд. Так. Секундочку. Так, теперь должен быть виден браузер. Майя, виден браузер? Нет? Хорошо. Мы сделали новую страницу на русском языке, она точно так же здесь есть желтое меню. Отдельно выведена информация для родителей. Там, в принципе, все, что есть для них на русском языке, в том числе и инфолиния для родителей открыта. Если кому-то нужна поддержка, и вы знаете, что кто-то из ваших родителей испытывает какие-то проблемы, то можно его сюда отправить. здесь собран список групп на Facebook, в которых можно получить советы и поддержку. У нас на русском языке только одна группа, она здесь тоже есть, и есть отдельно ссылки, список целой группы учителей-предметников на Facebook. Если вашим коллегам нужна помощь, можно их сюда направить, они себе найдут контакты. Единственное, что группы предметников чаще всего они все-таки слоноязычные. То есть там нужно смотреть, насколько человек владеет языком. И последнее, источник информации, это, так, сейчас я вернусь на русскую группу, на русскую страницу, это группа на Facebook «Дистанционное обучение», можно ее найти, и тогда там мы делимся актуальной информацией, там уже очень много харидос-технологов сидит, которые тоже подбирают какие-то материалы и делятся. ими, то есть такая, как группа поддержки. Вот, с моей стороны сейчас все. Я передаю слово Наталье, Наталья. Добрый день. Меня видно и слышу, да? Да, я вижу и слышу, я выключаю тогда микрофон сейчас. Все. Добрый день. Я очень рада, что все-таки столько людей еще в пятницу, в такое время, еще могут смотреть на экран и что-то слушать, потому что, действительно, поток информации это кошмарно. И вот эти собрания, все, которые сейчас вводятся через интернет, через там Facebook, там тоже еще и Skype, это, конечно, это переходит все силы человеческие. Все равно я очень благодарна, что вы здесь и рада, что столько знакомых людей тоже здесь с нами сейчас сидит. Так что, большой привет вам всем. Я тоже попытаюсь сейчас свой экран показать. Так, есть, видно, да? Так. Да, мы все видим, все видим, все в порядке. Хорошо. Так, действительно, я тогда, кто меня не знает, Наталья Мяритина, работаю в агентстве программ обучения методики и новое. Действительно, моя такая большая такая работа это программа обучения на каждом уровне. И просто такие, может быть, такие новые вещи, что за последние дни шли, потому что Настя здесь очень хорошо рассказывала, что какие информации какая уже была, что нас всех волнует. Я знаю, что особенно директоров, как будет проходить в этом году оценивание к концу года и как будет проходить все-таки экзамены, как мы будем вообще этот учебный год заканчивать. И поэтому сейчас есть такие хорошие сдвиги, что я благодарю, между прочим, все директоров, которые написали письмо общее министерству. И сдвиги такие, что правительство вчера утвердило, подтвердило изменения в законах, которые делают эти и оценивания и окончания школы намного более гибкими, что все-таки там, что если мы сейчас знали только, что мы должны переводить оценки на пятерку, четверку и так далее, то действительно там можно теперь заканчивать более, например, словесными оценками, и можно и там учет, не учет, так что это будет намного гибче. и также, что вопросы экзаменов, если сейчас строго стояло у нас в законе, как это будет, сейчас было сделано предложение все-таки, чтобы это изменение периода экзаменов было бы намного легче и чтобы это уже зависело от министра. Так что министр вчера и наша правительство это приняло, сейчас пошло в Риги ГОГУ, так что надеемся, что Риги ГОГУ очень быстро это сделает, чтобы была бы уже какая-то ясность. Потому что если мы сейчас знаем, что если период длится до первого мая, то мы еще успеем делать госэкзамены, если нет, то надо тогда думать дальше и какая будет возможность, но это уже зависит теперь от как долго мы будем дистанционно с вами заниматься и общаться. И здесь я хочу еще подтвердить то, что уже Анастасия сказала, что действительно сейчас это время, что используйте все возможности, которые нам предлагает наша программа обучения государственное. И потому что действительно мы все время говорили, что это только рама, и она довольно гибкая, вот теперь это возможность это посмотреть и сделать, что действительно выбирать только то, что действительно важно, жизненно важно еще в данный момент. Потому что большая часть учебного года уже позади и никто не мешает сейчас заниматься повторением, никто не мешает сейчас не может вам говорить, что может быть час именно время и читать книги, смотреть фильмы, которые 45 минут не дает. Так что и вообще действительно смотрите это в ваших руках и будьте смелы, я говорю это как человек, который занимается учебными программами, что пользуйтесь всеми моментами, которые дает нам учебная программа и гибкость нашей государственной учебной программы. Очень хорошо и важно то, что до нас доходили сигналы, что в некоторых местных самоуправлениях уже идут разговоры на то, чтобы сократить может быть зарплату учителям или там потому что как-то чувствуется, что может быть если они не дают контактные уроки, то не надо получать целую зарплату. Хотя например я не знаю даже что я могу на коленях благодарить учителей, которые работают, потому что я это вижу как учительница эту работу, вижу как сотрудники новая и вижу особенно как мама двоих детей как учителя работают. Это у меня нет слов как сказать я просто восхищаюсь ими, что у них столько сил только вот именно поэтому очень хорошо то, что вчера вечером сегодня опубликовали министерство такой материал, где как организовать работу образовательного учреждения и именно оплата труда сотрудников в этих условиях чрезвычайного положения. Потому что и там первое, что сразу бросается в глазах это то, что министерство финансов говорит, что не надо спешить никакими сокращениями, никакими там урезаниями зарплат, что у нас целый год впереди и бюджет сделан на целый год. Тоже подтверждает и министерство образования и говорит очень четко, что зарплату учителям, которые работают на полную ставку, уменьшать нельзя, что это по закону неправильно. И также это касается детских садов, потому что как министерство говорит, что всем местным самоуправлениям в январе были выданы такие дополнительные деньги, чтобы если там будут какие-то затраты или что-то больше детских садов, что они могут платить зарплату и все подтвердили, что они могут это делать, так что нет никаких причин пока урезать какие-то зарплаты или вообще. Я очень кто еще не видел документ, я советую вам тщательно это посмотреть, потому что там не только зарплата, там и про отпуск, и про рабочее время, и про то, что, например, тоже, которые сейчас тоже, например, под ударом у нас социальные педагоги, и как их использовать, и логопеды, и всякие специалисты, что, и по-моему, это тоже опять важно, что сейчас министерство взяло такую позицию, и она знакомила этим все местное самоуправление. Они опубликовали это у себя в Фейсбуке министерства, и это также есть у них на странице, на нашей странице. Так что, если еще не знакомы, обязательно познакомьтесь, потому что это, по-моему, тоже такой хороший документ, и надо плавать и думать, что, где и когда, с разными параграфами. Так, и тогда еще то, что такое позитивное, это то, что вчера у нас был такой вебинар с Грузией и с Унисеф, и грузинский Унисеф говорит, что, или вообще начальник Унисефа говорит, что сейчас весь мир следит за тем, как Эстония справляется за обучением, что наши школы совершают революцию, и скромность здесь неуместна, так что давайте гордимся, похвалим себя за то, что мы уже успели сделать, и что мы еще делаем, потому что это тоже такая, но все-таки обратная связь, и действительно я могу сказать, что весь мир за нами смотрит, и мы очень часто сейчас делаем такие вебинары международные, так что уже говорим про наш опыт. И так же, как и Хитса, в ИНОО тоже мы очень много занимаемся тем, что готовим материалы разные, и хочу вам еще раз тоже сказать, что знаете, что вы не одни, и как только что-то надо, обращайтесь за помощью, потому что ИНОО продолжает, ни одна услуга наша не закрыта, и мы абсолютно делаем все то, что делали до 16 марта, так что если есть любые вопросы, связанные с программой обучения, например, какие там есть возможности, можно ли, нельзя, если вы вообще хотите просто обсудить, может быть, кто-то, или вы, или завучи, или учителя, что можно с программой еще, что обязательно обращайтесь, также все учебные материалы, потому что действительно никто в дистанционном обучении не запретил еще и тетради, и писать ручкой, и учебники, и поэтому тоже, опять же, есть ли вопросы, мы ждем ваши, и вообще, вот если там организация учебного процесса, и так же мы через интернет ведем сейчас, продолжаем вести консультированные учителя и профессиональные консультированные учителя, и поэтому я вас тоже призываю, чтобы, ну, действительно, это время, что если учителя или кто-то хочет чем-то, к тем-то обсудить, обязательно или звоните, или пишите, и мы с вами свяжемся сами уже, чтобы это, ну, как поддержать, как есть, какие возможности вообще можно использовать. И так же, как вы знаете, все экзамены, все уровни на работу, все делается виновое, так что, и они тоже всегда отвечают на любые вопросы, на любые предложения. Центры Рояля и Дианта, конечно, сейчас такое очное, или как такое один на один уже консультированные могут делать, но зато, да, чат работает, можно договориться, можно договориться с любыми, чтобы это, так, я, ну, поддержка или консультированное было бы как-то по-другому сделано, но Рояля это тоже открыто и ждет. И я очень советую, потому что уже есть некоторые очень грустные случаи и события с детьми, и поэтому, чтобы их было бы меньше, то обращайтесь и посмотрим, что мы вместе все можем сделать. И также у нас тоже есть информация, довольно много, довольно таких, много, много таких материалов, как вести учебный процесс, и там сборники разные, и мы действительно стараемся, что если мы готовим какой-то материал, это сразу делаем и на русском языке, поэтому и новая точка АЭЭ, там есть и на эстонском, и на русском языке довольно много таких материалов, сборников, и даже как вести тогда это дистанционное обучение без таких особых АЭЭ-материалов, потому что действительно не все могут, и дети тоже каждый день не могут, так что там есть разные советы, и разные такие материалы, и все сборники сделаны. На прошлой неделе мои коллеги провели такой маленький опросник, или как, они спросили у директоров школ, какие бы курсы их бы сейчас поддержали бы, мы не думаем, что там целый день, но может быть максимально 45 минут, какие-то может быть и мотивационные, и что-то такое, и получили довольно много ответов, и уже теперь скоро тогда уже начнутся такие каждую неделю какой-то маленький курс, маленький в том плане 45 минут, именно там были например предложения, как работать с командой дистанционно, или как мотивировать учителей и учеников, и вот такие разные темы сейчас собраны, и будем такие курсы делать, курсы будут и на эстонском, и на русском языке, так что обязательно мы сообщим об этом, когда уже будет ясно, какой курс и кто ведет. И, конечно, под конец своего выступления просто такие общечеловеческие предложения для вас, потому что берегите себя, вы нам еще нужны, вы нужны для эстонского образования, потому что, как вы знаете, весь мир на нас смотрит, поэтому продолжайте сохранять спокойствие, это самое важное, как и министр говорил, что вздыхните глубоко и еще раз, и пойдемте дальше. и подтверждаю только то, что действительно чего не хватает, это общение друг с другом, особенно это касается, конечно, я думаю, людей, которые одни живут, я, например, сама пытаюсь каждую неделю хоть кому-то там позвонить, сказать, спросить, как, если я знаю, что человек сейчас один и живет в изоляции, и что еще вам на сердце сейчас ставлю, то, что не забывайте, что, как и всем остальным, вам тоже нужен отдых, так что найдите себе время отдыхать, потому что еще раз я очень вас все благодарю и берегите себя, спасибо. И если есть вопросы или что, тогда можете мне задавать или написать потом, или можете мне позвонить, так что я буду ждать. Спасибо, Наталья. На самом деле, я тоже хотела бы еще добавить, что и Новая, и Хитца, если какие-то вопросы есть, обязательно не стесняйтесь звонить. Я знаю, что, наверное, может быть, в обычное время эти контакты не так частые, но я просто знаю, что коллеги из ИНОВИ, они готовы помочь и проконсультировать по каким-то вопросам буквально напрямую, и это очень здорово, потому что то, как сейчас и государственные органы, и организации, и просто учителя объединяются в комьюнити просто с желанием помочь друг другу, в любое время это, наверное, да, наверное, наше общество как-то проходит вот эту вот проверку, это очень здорово наблюдать. Так, теперь я передаю слово Алине. Алина, нам нужно включить микрофон. Нет, не получилось еще. Так, сейчас, теперь получилось, да, я выключаю микрофон тогда. Добрый день, дорогие коллеги, надеюсь, что солнце светит и настроение у вас хорошее, Наталья нас зарядила такой хорошей позитивной энергией, я продолжу, надеюсь, что не испорчу это настроение, и тоже хочу вывести на экран свои материалы, и хочу вам показать те темы, которые, ну, которых я думала, что, может быть, коснусь. для меня важно, чтобы эта встреча наша была продуктивной, и поэтому хотелось бы, чтобы вы почитали эти темы и, может быть, выбрали, что для вас самое главное, написали мне в чате. Так, я пытаюсь открыть. Так. Мы пока ничего не видим. Да, я пока сама, я почему-то вышла, и у меня берет время, чтобы я вошла обратно в систему. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в чат. Здесь можно писать как всем участникам конференции, так и отдельно. У нас от Валерии вопрос. Кто должен обеспечить учителя компьютером камерой и микрофоном, и кто оплачивает интернет для учителя? Мне кажется, может быть, это... Мне кажется, что это как раз вопрос к руководителю школы все-таки. Да. Так, я выключаю микрофон тогда, Алина. Еще раз, здравствуйте. Вот те темы, которые я думала обсудить, а говоря про этот вопрос, который прозвучал, я думаю, что все-таки руководитель школы должен помочь учителю иметь все возможные инструменты для того, чтобы продолжать работу и даже подключение к интернету. Думаю, что, наверное, эти вопросы, если у школы нет таких ресурсов оплатить интернет каждому учителю, то, наверное, можно обратиться к Коли Пидая и спросить, какие возможности там имеются. Ну, например, скажу со своей стороны, что мы учителям выдавали компьютеры из школы, у кого их не было, также мы выдавали ученикам во временное пользование на момент вот этого положения у нас около 35 компьютеров выдано детям. Вот. Если вы видите вопросы, если вы видите темы, может быть, вы мне сможете дать знать через чат, какие темы для вас являются самыми актуальными. Может быть, я тогда с этого начну, я не знаю, в течение какого времени я успею и успею ли я все это осветить. Так, к сожалению, я вот все-таки не справилась с тем, чтобы видеть пароль или ответ. Давайте я подокументировать, если вопросы будут появляться. Сейчас предложили тему номер 4, тему номер 3 и ученики с особыми образовательными потребностями. Ага, это тема номер 3, да. Тогда, наверное, я сейчас об этом и начну говорить, потому что в нашей школе достаточно много учеников с особыми образовательными потребностями. Среди них у нас в школе есть ученики, которые, то есть, есть классы для учеников с особыми потребностями, где 12 человек, где 8 человек, даже где 4 человека. Также у нас есть дети, которые учатся по облегченной программе обучения, их немного, но 17 человек на всю школу есть, они учатся в общих классах по индивидуальной программе. И также у нас достаточно много детей новых иммигрантов, они тоже являются детьми с особыми потребностями, потому что, например, они очень часто учатся в классе погружения языкового, на самом деле они только первый год и их уровень владения эстонским языком не такой, как у обычного ребенка в этом классе. Поэтому, безусловно, все эти ученики являются учениками с особыми потребностями и на данный момент мы перераспределили роли таким образом, что мы этих учеников объединили в такие небольшие группки и дали им как бы таких учителей-репетиторов. Среди учителей-репетиторов у нас на данный момент психологи школы, у нас два психолога, социальный педагог, учителя-помощники, у нас два учителя-помощника, затем учителя, у которых, например, были кружки или группа продленного дня за счет этой нагрузки, они берут себе вот эти группки детей и они занимаются с ними таким образом, там, конечно, поскольку это дети с особыми потребностями, потребности разные. Кому-то нужно индивидуальное руководство, то есть учитель берет контакт с ребенком через видеочат, например, мы используем Zoom, но Zoom для большего количества людей, веб-рум мы используем, там очень похож на Zoom, очень много разных возможностей, но он предназначен для того, чтобы максимальное количество участников было 12. Можно тоже делиться экраном, показывать, что делает учитель на экране, что ребенок делает, можно делать совместный доступ, значит, оба пишут на белой доске, либо демонстрировать какие-то документы, картинки и так далее. Очень-очень хорошая вещь. Вот, и так, у кого-то это индивидуальное консультирование, допустим, по часу или полтора в день, то есть, контакт с ребенком непосредственный, у кого-то это групповое консультирование, то есть, собирается группа, и не каждый день, допустим, три раза в неделю с учителем обсуждаются, какие у этой маленькой группы людей, детей, есть проблемы, и тогда просто вот у этого учителя-помощника есть доступ к электронному журналу, и он конкретно видит, где у ребенка проблемы. Каким образом он это видит? Эту договоренность мы сделали с учителями. Учитель записывает урок в тот день, когда урок у него проходил, записывает, что он ожидает, что ученики должны выполнить, и срок выполнения этой работы к следующему уроку. Если ребенок не представил работу, то учитель ставит знак отсутствия, то есть отсутствовал на уроке, не выполнил задание, значит, не участвовал в учебном процессе, и если там была какая-то работа, он может поставить восклицательный знак, что нужная работа не выполнена. Тогда учитель-помощник, ну и родитель, соответственно, классный руководитель может таким образом отслеживать, как ребенок участвует или не участвует в учебном процессе, и какие предметы для него являются сложными. Мы очень много мониторили в течение первой недели, в течение второй недели, у нас созданы такие таблицы по каждому классу, какие дети не принимают участие в учебном процессе. И на первой неделе мы поставили задачу, распределили руководство школы, значит, между собой классы, просто по классам, конкретно мы звонили каждому родителю и брали контакт с каждым ребенком, для того, чтобы понять, по какой причине ребенок не выполняет те задания, которые ему учителя дают. Либо это отсутствие компьютера, либо это отсутствие интернета, либо это непонимание того, что нужно делать, куда эти работы нужно представить, в каком виде их нужно представить, и в зависимости от того, что нам отвечали дети и родители, тогда мы помогали. То есть, на самом деле, хочу вам показать следующую картинку, у меня здесь подписана роль руководителя, но руководитель, я считаю, не только конкретно директор школы или завуч, это и классный руководитель, это и учитель, который ведет класс, ведет какой-то предмет. Вот он проводырь, надо перевести свой класс через вот эту бурную реку. Он должен информировать, информация должна быть своевременной, ее не должно быть много, но она должна быть той, которая позволит выжить в этих условиях. Он должен быть смелым, он должен быть заботливым, он должен посмотреть, что все смогут перейти через эту переправу. Никого нельзя оставить за бортом. И именно поэтому мы очень много, правильно было уже сказано, Анастасия сказала, что общения один на один ну просто ну очень много. Я действительно могу сказать, что я говорю по телефону практически с утра до вечера. если подумать о том, какой приоритет для меня, мой коллектив это учителя, значит, на первом месте учителя, на втором месте ученики, поскольку работаем мы для учеников, и на третьем месте родители. Потому что родителям тоже нужна поддержка, очень часто родителям самим нужна помощь, например, тот мониторинг, который мы сделали в течение первой недели. Практически у всех наших детей есть и компьютеры, есть и интернет. У некоторых, у кого не было, мы выдали соответственно это из школы. И основная проблема в том, что читая руководство учителя, не могут его выполнить, потому что не умеют пользоваться теми интернет-ресурсами, о которых учителя говорят. То есть нужно было очень много объяснять самим родителям. Когда родитель поймет, тогда уже и ребенок поймет. И в крайнем случае, если действительно очень сложно, тогда мы назначали вот этих учителей-помощников. Вот я, наверное, объединила здесь несколько тем вместе, и учителя, и дети с особыми потребностями, и перераспределение обязанностей. Я не говорю, что обязательно в каждой школе это так. Вы сами знаете, свою школу лучше всего. И я думаю, что это перераспределение можно сделать, но однозначно то, что я считаю очень важным в этой ситуации, чтобы люди чувствовали себя защищенными, чтобы они чувствовали заботу с нашей стороны, нужно очень много общаться с людьми. И поэтому и классные руководители у нас общаются. И, кстати, мы проводим классные часы через Zoom. Есть Zoom версия бесплатная, правда, она 40 минут только длится, но все равно очень-очень подходит. И учителя, говорят, дают обратную связь. С учителями мы общаемся один раз в неделю. такое официальное собрание у нас есть тоже через Zoom. Каждую неделю в 2 часа дня начинается у нас собрание, продолжается где-то около 2 часов, где мы обсуждаем вопросы. Я точно так же, как на педсовет посылаю повестку дня, что мы сегодня будем говорить, потому что для учителей, если вернуться к мотивации учителей, очень важно ощущать, что я на уровне, я справляюсь со своей работой, и эту обратную связь очень полезно давать учителям, поскольку я очень много общаюсь с родителями и детьми, то первое, что я делаю, я говорю о том, что родители благодарят, родители приветствуют, родители понимают, в какой трудной ситуации мы находимся все, восхищаются, как учителя справляются с этими детьми, потому что, когда они немножко начали больше заниматься со своими детьми дома, они видят, насколько сложно бывает объяснить элементарные вещи, а учителя как-то умудряются это делать всем в классе, тут индивидуально сложно объяснить. Потом очень благодарят конечно за внимание, за то, что мы никого не забываем, мы никого не выкидываем за борт, очень много добрых слов. Ну и конечно благодарят и город за то, что вот эти социальные проблемы решаются. Какие социальные проблемы? Вот у меня еще есть одна картинка. Потребности человека, пирамида маслоу, начинается она с физиологической потребности. Если ребенок голодный, ни о каком учебном процессе речи не стоит. И в нашей школе у нас действительно такие слои населения, где таких семей достаточно много. У меня порядка 45 семей, которые стоят на бесплатном питании. У каждой этой семьи по трое, четверо и больше детей. Таким образом, они действительно очень нуждаются в этом и очень благодарят власти, что такая возможность им предоставлена. А для того, чтобы чувствовали себя защищенно, люди должны быть правила, должны быть договоренности. Их не должно быть много, их должно быть минимум, но они должны быть такие, которые действительно выполняются и все понимают. Вот информацию мы получаем через студиум. Мы получаем через студиум. Я точно знаю, что в студиуме есть информация. Да, могут быть дополнительные какие-то группы в мессенджере или там в Вайбере. Может быть, у меня этого нет, но через студиум я точно получу эту информацию. Вот. Я не знаю, я думаю, что, наверное, в ЭКОЛе тоже есть такая возможность. У нас есть возможность посылать лично письмо, есть возможность посылать целому классу, есть возможность посылать учителям, есть возможность посылать родителям. Информацию надо фильтровать. Нельзя всем посылать все, иначе мы утонем в этом количество информации, поэтому нужно самое важное, своевременно, четко и точно и конкретно фокусировать, кому та или другая информация нужна. Не знаю, мне, наверное, надо заканчивать это по времени. мы можем еще немножко времени дать. Тут у нас вопрос в чате. Вячеслав спрашивает, что обеды разве у вас не для всех бесплатные? Что вы имели в виду по тем, что у вас 40 человек на бесплатном питании? Я так понимаю, что это вопрос. Обеды у нас не для всех бесплатные. Если говорить про обычный режим, конечно, этих детей больше, чем 40. У нас в школе 450 детей, где-то у 40% было бесплатное питание. Я не говорю про детей с 1 по 4 класс. С 1 по 4 класс то есть звонят за 2 минуты. Должен родитель взять трубку или ребенок взять трубку встретить человека, который ему передает это горячее питание упакованное и, соответственно, дома тогда уже поесть. У нас вот такая система. И, конечно же, не все, которые были в списке бесплатников, попали туда. Я написала в студиум родителям письмо с этим обращением, что кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Я составлю этот список. Был составлен список в город он представлен и город удовлетворил все потребности. И я скажу, что этот список пополняется каждую неделю. Потому что сейчас началась волна сокращений на работах. Если раньше родители работали, то сейчас они уже узнали, получили информацию о том, что или приостанавливается договор, или человек сокращается и этот список пополняется. Я ответила на ваш вопрос? Да. Вячеслав говорит, что все понятно, спасибо. Василий спрашивает, безопасно ли раздавать горячее питание. Василий, поясни, пожалуйста, ты имеешь в виду в плане процесс готовки этот момент? Ага, да. То есть, насколько безопасно детям раздавать горячее питание в том плане, что никто не знает, как его готовили и кто на него там чихал. Я так понимаю, в этом вопросе. Ну, я все-таки думаю, что город выбрал ту фирму, которые доверяют, что все сделано по технологии. Это у нас ресторан Baltics, фирма, которая обслуживает всех детей, они же и развозят это. И те люди, которые развозят, они в соответствующих костюмах. Ну, я здесь могу добавить, что на самом деле продуктовые пакеты, которые я видела в таллинских школах, там тоже их собирают. Непонятно, кто чихал на эту упаковку. Простите за подробности. В принципе, конечно, упаковку можно помыть. Тут все под вопросом. Мы сейчас, никто не находимся в безопасности, как ни крути, к сожалению. Вот. Так, я выключаю микрофон. А, все, там, по-моему, еще какие-то вопросы были. Мы можем еще пару минут дать, если хотите еще что-то сказать. Так, я могу закрыть эту свою картинку. И я буду видеть чат и вопросы. Разве так, горячее питание, это безопасно, на это было отвечено. Есть еще, в славянской школе учителям выделяется техника всем учителям, специалистам, которые пожелали. предоставлен интернет. Ну, вот, здорово, очень, очень здорово. Так, а есть еще какие-то вопросы? Я думала про те вопросы, которые в начале первого слайда были там про организацию учебного процесса. Лично меня, например, интересуют две вещи. Понятно, что учебный процесс изменился. Вот что было самое сложное? И второе, вы как руководитель, для вас, что больше всего стало, как это правильно сказать, происходить по-другому? В чем главное изменение было вот в вашей роли во всей этой ситуации? Ну, наверное, главное изменение в том, что я никогда в жизни, правда, не занималась столько социальными проблемами. То есть, вот сейчас эти, я знала, что у меня очень много семей, у которых есть эти социальные проблемы, но когда это был общий, общий процесс, так много я этим никогда не занималась. Сейчас, серьезно, я просто вот первую половину дня, с утра и до двух часов, я практически постоянно общаюсь с людьми, для того, чтобы оказать им помощь. И, ну, очень, кстати, очень здорово то, что действуют вот эти программы, когда компьютер каждому ребенку, в нашей школе уже дети получают компьютеры, кто-то получает использованные, кто-то получает совершенно новые лаптопы, наш инфотехнолог ставит туда все нужные программы, и мы сами эти компьютеры развозим, раздаем. Ну, у меня, наверное, вот так вот больше. С учителями, да, с учителями мы общаемся по Zoom, и очень много общаемся по телефону, вот то, что вы сказали, ну, абсолютно, абсолютно точно. Вот, ну, я думаю, что даже какие-то более теплые такие отношения, более такие близкие, наверное, стали с людьми. И, ну, конечно, как говорится, мы живем в трудное время, но интересное, дигитальные способности наши, дигитальные навыки развиваются просто по геометрической прогрессии, что, в общем-то, тоже неплохо, и у родителей, у детей, у учителей. Вот, и еще вот этот момент какой-то, я не знаю, как вы, я вот это ощущаю, что все люди стараются помогать друг другу. Посмотрите, как министерство поддерживает, как ХИЦа поддерживает, как и новые поддерживают, городские власти поддерживают, решаем социальные проблемы. В школе учителя все держат, никто не отказывается от вот этих групп маленьких, если дополнительная нагрузка, вот эти маленькие консультации, все понимают, что никого выбросить нельзя из этого поезда, который едет. И вот я могу сказать, правда, с гордостью, что у нас нет ни одного ученика, который бы не участвовал в учебном процессе в течение этого времени. Пусть не все сделано, пусть где-то есть проблемы, но вот так сказать, чтобы у кого-то совершенно все пропуски и только восклицательные знаки, что ничего не сделано, у нас нет ни одного такого ученика. Вот я за свою школу схожу, у меня сын учится в Нарвской, Пеклемянской гимназии, что очень тоже с пониманием, мы настолько чувствуем себя вот нужными, что о нас заботятся, вот это очень здорово. На самом деле, несмотря на то, что дистанционное обучение делает упор на технологии, я всегда говорю, что технологии, это не есть там, а цель, это инструмент. А то, что действительно вся вот эта ситуация показала, насколько человечны мы все, неудивительно, потому что до этого все время было вот это, что мы там, каждый живет в погоне за своими амбициями, сейчас действительно эта человечность, она вышла на всех уровнях, это очень здорово. Так, у меня здесь вопрос. Валерия, я сейчас передам слово Майе, и тогда попозже немножко отвечу на ваш вопрос. Алина, здоровья вам и успехов! Спасибо большое. Майя? Майя, ты нас слышишь? Да, слышу. Хорошо. Добрый день всем. Представлюсь, хотя Настя представляла, но давно. Меня зовут Майя Луст, я образовательный технолог в Таллиннской пае-гимназии последние пять лет, ну и докторант Таллиннского университета. Это сопутствующее хобби. Значит, сегодня я хотела бы рассказать вам о своих впечатлениях, которые связаны с тремя неделями дистантного обучения в нашей стране. Ну, во-первых, я начну с того, что, конечно, мы все прекрасно с вами видели и предполагали, что рано или поздно мы окажемся в той ситуации, в которой мы оказались сегодня. И Союз образовательных технологов, который существует в Эстонии при поддержке ХИЦа, объединяет на данный момент более ста образовательных технологов, работающих в учебных заведениях нашей страны. И, наверное, за две недели до начала, собственно говоря, чрезвычайного положения мы уже начали как бы стягивать силы на оборону, скажем так. Вот. То есть, мы уже начали думать и просчитывать, проигрывать какие-то сценарии. по школам, там, где образовательные технологии есть, начали проводиться какие-то мероприятия по поводу подготовки учителей, консультирования, каких-то создания инструкций в очень сжатые сроки, просмотры и поиски тех сред, которые можно в сжатые сроки рассказать учителям, научить пользоваться. И то, что касается школ Таллина, я знаю, что у нас в каждой школе есть образовательный технолог, и образовательные технологии у нас достаточно сплоченные. Мы общаемся друг с другом и постоянно делимся информацией. Беда, конечно, с русскоязычными школами, потому что русскоязычных образовательных технологов, к сожалению, из 100 человек, ну, процентов 10. Насколько я знаю, в Ида Вирума ситуация вообще очень плачевная с образовательными технологиями. Что изменилось в моей работе? Моя работа стала более интенсивной, и, как Настя уже сказала в начале нашего вебинара, действительно, это 24 на 7 работа, потому что ты понимаешь, что ты должен поддерживать не только своих коллег, которые столкнулись с реалиями твоей жизни только сейчас, но ты должен еще уметь поддержать и учеников, и родителей, которые обращаются к тебе за помощью. Писем приходит очень много, и первую неделю я, наверное, была похожа, ну, мысленно на такого ежика, у которого иголки торчат изо всех мест, потому что информации приходило очень много, и по почте, и в фейсбуке, и в вайбере, и в ватсапе, и в скайпе, и периодически просто путался, путался, где, что и как. очень много приходилось уделять времени на то, что ты объяснял те же самые вещи, ты пытался успокаивать коллег, потому что очень многие учителя были морально не готовы, конечно, к такой работе, и они не понимали, что значит удаленная работа, но, по счастью, наша школа как-то очень так быстро смогла сориентироваться в этих меняющихся условиях, и за неделю до перехода на карантин мы успели в огромном объеме проинструктировать своих учителей, обучить 90% тех учителей, которые нуждались в этом обучении, 10% у меня учителей таких, которые самообучающиеся и продвинутые скажем так, и им достаточно было выслать ссылку, инструкцию, и они сами разобрались. Мы создавали очень много всяких документов, которые регулировали бы момент обучения в дистанте и которые разъясняли бы организацию обучения ученикам, учителям, классным руководителям, родителям, все это, вся эта информация помещалась во всевозможные каналы, это помещалось и в фейсбук школьный, и через эколь шло оповещение, и через рабочие почты, и через группы сообществ, в которых у классных руководителей шло свое общение. То есть мы постарались задействовать все возможные каналы связи для того, чтобы подготовить и детей, и родителей. Мне удалось за эту неделю не только поработать с коллегами, но и как учителю, я веду предмет творческих работ и исследовательских работ, за эту неделю на своих уроках я восьмиклассникам и десятиклассникам и одиннадцатиклассникам смогла объяснить, что такое Google Class, то есть они ушли на карантин, готовые к тому, что обучение будет проходить в этой среде. Мы на момент карантина установили определенные правила по объему тех заданий, которые выдаются домой детям. И мы отталкивались от того, что, во-первых, две недели мы детей не оцениваем, потому что они должны были привыкнуть к изменившимся условиям, они должны были научиться работать дома и учиться дома без учителей. И чтобы не было никаких разногласий и разбродов среди коллег, административно мы приняли решение, что мы ежедневно проверяем записи уроков учителей в ЭКОЛЬ. Это было сделано не из-за того, что мы не доверяем своим коллегам, а это было сделано именно как знак поддержки и протянутая рука. То есть если мы видели, что коллега чуть-чуть не понял наших инструкций, где-то ошибается, мы связывались, объясняли, разъясняли, отвечали на телефоны, и как-то все это наладилось, и больших проблем у нас в случае с негативной обратной связью от учеников, от коллег не было. Моя, объясни, пожалуйста, два вопроса. Мы это кто? В данном случае ты говоришь, что... В данном случае мы это, ну, я на примере своей школы говорю, это администрация, это заучи, это я, это директор и координаторы программы погружения, которые тоже были привлечены к этой задачи, скажем, просмотра журналов, потому что просматривать журналы 42 классных комплектов, а у нас их именно столько, это очень объемная задача для одного человека, поэтому мы поделили между собой на порцайке определенные, кто-то за гимназию отвечал, кто-то за проверку журналов основной школы с русским языком обучения, кто-то позднее погружение, кто-то раннее погружение, ну и, соответственно, начальную школу, которая с русским языком преподавания. Это не с карательной целью, да, именно с целью как бы посмотреть, предупредить и как-то успокоить всю эту волну и, ну, то есть никаких карательных мер не было, мы все понимаем, что это все оказались, скажем, в такой странной ситуации, к которой не были готовы, и поэтому мы старались оказать максимальную поддержку. Мы очень много беседовали с коллегами, у меня получилось так, что я выполняла роль не только образовательного технолога, но еще частично и психолога, потому что мне приходилось снижать, скажем, вот такой немножко пессимистичный настрой учителей в отношении того, что я не смогу, я не умею, я с компьютером не на ты, то есть, и вот это, конечно, занимало очень много времени. Что могу еще сказать? По поводу поддержки и обучения, у меня обучение проходит до сих пор, то есть, я с прошлой недели предложила директору онлайн-общение с учителями для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы их поддержать, посмотреть, с какими проблемами они сталкиваются, ну и просто предложить им как вариант социализации через видеоконференции. И у нас вторую неделю подряд каждый день у нас 8 методических объединений в школе, там по 10-15 человек, и каждый день мы пропускаем видеоконференции двух методических объединений, которые длятся до часа, и мы обсуждаем каждую неделю какие-то определенные вопросы. Несколько раз мы делали административные вот такие видеосовещания, где мы общались, тоже какие-то горячие вопросы, скажем так, обсуждали. Это то, что касается налаживания общения, скажем, в момент карантина. Основной канал общения у нас, конечно, это ЭКОЛЬ, но есть вопросы, которые надо решать сейчас, здесь и сразу, и понятно, что в ЭКОЛЬ эта информация должна выходить уже, скажем так, проверенная, оформленная и согласованная. И вот для вот этих процессов согласования, оформления, мозгового штурма мы использовали как раз моменты видео. Многие учителя у нас перешли на Google Classroom, поскольку я на последней неделе успела провести, как я говорила, обучение, взяла именно Classroom, потому что школа использует Google Suite for Education и Classroom входит в пакет. Наши мальчики, айтишники, за эту неделю успели всем ученикам с 1 по 12 класс создать школьные почтовые адреса, потому что у некоторых детей их не было. и Google Suite for Education позволяет создавать почтовый ящик ребенку начиная с 6 лет, если он обучается в этом учебном заведении. И классные руководители соответственно получили списки, они должны были это все распространить по ученикам. Очень я хочу отметить особо, может быть, то, что надо в этот момент уметь консолидировать все те силы, которые в школе и в образовательном учреждении имеются. У нас в школе работают три человека непосредственно связанных с ИТ. Это я, как образовательный технолог, у нас есть ИТ-юхт и у нас есть опорный как сказать в Туке-Исик, опорный специалист по ИТ, который помогает немножко ИТ-юхту с техникой и помогает вести ИТ-академию учеников, которую мы запустили в этом году. Поскольку в этом году мы точно так же начали допустим практику дистантных дней и в Таллине она достаточно широко используется, то еще в начале учебного года, это за сколько месяцев до сегодняшней ситуации мы выяснили, у кого из детей дома есть компьютер, у кого нет компьютера, у кого есть интернет, у кого нет интернета и соответственно провели с родителями очень большую работу по поводу того, что какая помощь нужна для того, чтобы у ребенка появился компьютер, появился интернет. собрали эти данные соответственно по классам классные руководители и необходимая помощь была оказана. На день дистанта у нас приходило порядка 20 человек, у которых не было на тот момент компьютера и когда пришел карантин, было постановление Министерства образования, что вся техника, которая есть в школе, должна быть выдана при необходимости либо учителям для проведения удаленного обучения и это приоритет и после того, как останется какая-то техника, она должна быть раздана учащимся. Собственно говоря, наши мальчики с этим заданием справились и все ученики, у которых была необходимость получить технику, они технику получили и поскольку техника достаточно новая, это были лаптопы, они уже со встроенными компьютерами, камерами, это я отвечаю на тот вопрос, что кто должен обеспечить, то соответственно получая школьный лаптоп, человек уже получал встроенную камеру и встроенный интернет. Что хотелось сказать? Конечно, поскольку мы понимали, что некоторые школы и некоторые учителя остались неохвачены, я имею в виду в Эстонии, то когда нам Айвар предложил с Дмитрием вести курс по Google Classroom, мы очень быстро собрались, потому что и я, и Дима эту систему прекрасно знаю, мы стали вести, но получилось так, что желающих больше, чем на один вебинар набралось, потом как-то Moodle присоединился и как-то так вот все закрутилось. Темы тренингов, которые, таких тренингов массовых в основном сейчас уже как-то нет, есть общение, живое общение, есть живые консультации, которые проводятся постоянно, иногда бывает, что учитель в течение дня не успевает задать свои вопросы, потому что они ведут уроки онлайн, они проверяют, они общаются с детьми по скайпу, по вайберу, кто где, и, соответственно, время, когда они могут общаться, у них начинается, начиная с 6 часов вечера, вот тогда начинается самое веселье, когда надо отвечать на вопросы по телефону, одновременно консультируя человека в скайпе или по фейсбуку, кидая скрины, кидая какие-то инструкции, ну, в общем, весело. Конечно, у нас есть вот этот E-test 2-кисик, это ученик 11-го класса, это очень одаренный мальчик, который с 5-го класса очень сильно интересовался компьютерными системами и всем, что связано, и пару лет назад мы решили привлечь его к помощи нашей команде, с чем он справляется очень успешно, он пока что в учебное время, в нормальное учебное время занимается школьной страницей и выполняет там несложные какие-то задачи. Сейчас, конечно, он работает на полную катушку, точно так же, как и вся наша команда, вот, и если у учителей возникают какие-то технические вопросы, то мальчики у меня всегда на связи, я им пишу, они сразу по удаленному решению как-то консультируют учителей, налаживают, приезжают, настраивают и объясняют. Ну, вот, это то, что касается такой вот помощи, может быть. И везде, везде коллеги отмечают, что мы работаем не 24 на 7 наши отделы, а 25 на 7. Вот. По поводу ИТА Академии. У нас в этом году она запустилась, там, начиная с пятого класса, по несколько ребят от класса, те, кому это интересно, и сейчас, конечно, они оказывают нам тоже очень большую поддержку, в каком плане? в плане того, что, например, в школе 1200 учеников и не все получаются, знают, как, допустим, войти в классрум. То есть, я сказала, что восьмые классы я научила, там, гимназию они знают, а остальные детки не умели. И поэтому вот эти ИТА ученики, они тоже как бы свои связующие зрения, потому что мы кидаем инструкцию по тому, как ученику пользоваться классрумом, например, и они потом раскидывают эту инструкцию внутри своего класса. То есть и ученики как бы получают инструкцию, и, конечно, учитель прикрепляет эту инструкцию еще раз в Икольне без этого, но во всяком случае мы используем все возможные каналы связи. По поводу классрума, я так понимаю, что будет вторая часть Google будет и я думаю, что в ближайшее время будут опубликованы эти даты. Мы с Димой наготове один курс выпустили, сейчас пройдут серии вебинаров по Мудлы, тогда мы вернемся еще раз в Google классруму. То, что касается инструкции руководства, какие документы нужно подготовить. Во-первых, самые первые документы, которые мы готовили в нашей школе, это, соответственно, были организации учебной деятельности в дистанте. То есть на административном уровне мы собрались и мы писали этот документ несколько дней, взвешивали все возможности наших учеников, контингент наших родителей, наших учителей, их возможностей, их навыки. Это было сделать легко, поскольку у нас есть в школе инструмент, который позволяет нам оценить дигитальные навыки наших учителей, и они с ним работают, они сами знают, как это делать. Поэтому, имея на руках эту базу, нам было очень легко сказать, что да, вот эти учителя смогут, допустим, тем-то пользоваться, эти учителя, им будет сложно. И в этом плане, соответственно, мы выбирали такие средства, чтобы не нагрузить дополнительно учителей и учеников, а чтобы сделать для них это обучение комфортным. И, как я сказала, первые две недели мы вообще их просто даже не оценивали, то есть шла все время, скажем так, формирующая обратная связь от учителей. То есть ребенок мог прислать работу, мог не прислать. Если он присылал, то учитель говорил, что там, молодец, у тебя тут вот получилось очень хорошо, вот тут надо доработать. И ребята очень, на самом деле, хорошо реагируют на такое общение, потому что их желание улучшить свою работу, как это ни странно, достаточно высоко. Те ребята, которые работу не присылали, были такие, с ними учителя старались наладить индивидуальный контакт, если уж совсем не получалось, привлекали классных руководителей. И как-то эти ребята тоже в итоге не терялись, то есть они выходят на связь постоянно. мы пробовали пользоваться такими вещами, как вот Google Meet, как Zoom, которые используются для проведения видео встречи. Мы проводили как уроки в этих программах, так и классные часы. Начали проводить собрание родителей через Zoom. И из опыта наших учителей могу сказать, что Даня всегда хорошо, когда, допустим, у тебя сидит в вебинаре или в конференции 40 человек или 20 человек, но, опять же, никто же не говорит, что вы должны весь класс пригласить целым разом. То есть класс можно поделить на группы и сказать, что вы там, допустим, приходите, вот ты, Вася, Петя, Миша приходите в понедельник в 12, а там Таня, Галя и Дина приходят в понедельник в час. То есть такая практика у нас тоже есть. Особенно эта практика успешно работает с родителями, потому что сейчас, как вы знаете, часть родителей дома сидит на карантине с детьми, часть работает в каких-то сферах обслуживания, которые на карантин не ушли, и, соответственно, часть родителей может в то время, когда тебе это время надо, другая часть не может, и приходится искать эти, скажем, окна в своем графике для того, чтобы с ними пообщаться, проконсультироваться. Очень важна в период дистантного обучения обратная связь. И обратная связь не только от учеников или родителей, обратная связь от коллег. Потому что если мы знаем, какие сложности у учителей в дистанции, то мы сразу стараемся на них реагировать, предлагать какие-то альтернативные варианты, если им сложно, и стараемся все-таки не отмахиваться от проблем учителей, потому что то, насколько комфортно сейчас им работать в этом условии, собственно говоря, от этого зависит то, насколько успешным будет наше дистантное обучение. Безусловно, все думают об учениках, в первую очередь, о родителях, об их возможностях, но несмотря на то, что у нас 100 образовательных технологов по школам Эстонии, надо сказать, что контингент учителей с низкой дигитальной компетенцией никуда, к сожалению, не делся. И у меня есть в школе учителя, я, закрыв глаза, знаю, что они будут испытывать сложности даже с самыми простыми программами. Когда проводили инструктаж перед уходом на карантин, приходилось отдельно инструктировать учителей, как записывать домашнее задание в ЭКОЛЬ, хотя ЭКОЛЬ пользуется, как вы знаете, уже очень-очень много лет. Поэтому свои сложности, конечно, есть, такого определенного, скажем так, золотого ключика к дистанту, наверное, нет. Но я бы сказала, что очень важно получать обратную связь и реагировать на эту обратную связь без задержек в режиме реального времени. Потому что если учитель ведет урок, у него возникла проблема, ему важно, чтобы эту проблему решали здесь и сейчас, а не через 2-3 часа или не на следующий день. Собственно говоря, этим мы стараемся заниматься. Если есть какие-то вопросы, то может быть вот тут из подсказок, что нужен ли единый подход для всех учителей. Мы взвешивали это, но поскольку учителя, понимаете, учителя же тоже не роботы, это живые люди, у которых совершенно разный опыт в технологической сфере, да и не очень. Это во-первых. А во-вторых, специфика наших предметов достаточно различная. и поэтому то, что подходит учителю по труду или учителю по ИЗО, не факт, что это подойдет учителю-литератору или учителю музыки. И поэтому тут как никогда важно иметь возможность индивидуального подхода к учителю, учитывая его опыт, его технологические навыки, специфику его предметов. Поэтому я бы сказала, что, наверное, единый подход, он может быть в организации учебной деятельности, но не в том, какими средами и средствами учитель должен пользоваться для проведения. Я, да, еще раз скажу о том, что, опять же, технологии это просто инструмент. То есть нельзя делать упор, и технологии не должны вредить, они должны облегчать жизнь, а не утяжелять ее. Конечно, может быть, в самом начале это сложно, потому что всем нужно резко выучить кучу всего нового, но в дальнейшем, по истечении какого-то короткого периода, если технологии мешают, значит, или выбраны неправильные технологии, ну, или что-то не так. Так, если сейчас больше нет каких-то вопросов, Светлана, давайте мы с вами созвонимся, поговорим на эту тему отдельно про ACE и тесты. Если сейчас больше нет никаких вопросов к спикерам, тогда мы на сегодня будем заканчивать, у нас пошло немножечко больше времени, чем было запланировано, но на самом деле очень здорово, что мы столько всего услышали. У меня такая просьба есть ко всем, а у нас в понедельник будет семинар по обмену опытов, по обмену опытом, будут очень интересные докладчики, если вдруг окажется так, что кто-то еще хочет рассказать о том, как у него в школе все организовано, я знаю, что мне сегодня уже писала одна школа про это, дайте о себе знать, потому что тогда мы сможем, может быть, еще что-то организовать, по крайней мере, это можно будет рассмотреть. Про семинары и обучение здесь спрашивали про Google Meet, про Google Classroom спрашивали, извините, Наталья Юдиканин. На самом деле, опять же, у нас там в группе на Facebook мы сделали календарь, в принципе, все события, которые будут происходить на русском языке, можно там отслеживать, это действительно удобно, и Facebook еще и напомнит о том, что что-то происходит в ближайшее время. И, конечно, на странице Hitsa это все есть, на странице Hitsa тоже есть календарь с разными вебинарами и обучениями. Так, я так понимаю, что больше таких сейчас вопросов нет, я думаю, что если вдруг, опять же, кто-то что-то захочет узнать, есть контакты друг друга, всегда можно эти вопросы задать по e-mail или в понедельник, например. Вот, спасибо вам огромное всем, до встречи, я надеюсь, что кто-то с трудом себя полезное вынесет из сегодняшнего нашего обсуждения. Айвар, Марван, это не самое нет, это, да? Салю, эстонист. Я, Фанагини. Айта? Спасибо большое. Спасибо вам, что пришли, да, до свидания.